Как вы считаете, как добиться баланса начинающему партнеру в привлечении клиентов и поиске сотрудников? Когда мне говорят клиенты, что у нас есть заказы, есть покупки и не хватает ресурсов, я в этот момент всегда искренне радуюсь. Допустим, это отдых, семья и так далее. Класс, да. Как здесь к этому прийти, к балансу? Да нет никакого баланса, Максим. Проблема людей, что они придумали, что есть какой-то баланс. И они этот баланс все время ищут. Человек часами готов говорить про одного человека. Знаете про кого? Про себя, да. Про себя. Что делает профессиональный продавец? Он приходит и спрашивает, и слушает. Продавец это большие уши. Люди боятся спрашивать, хотя клиенты готовы рассказывать. Я это называю, Максим, добро пожаловать в мир людей. Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, и снова здравствуйте. Это проект Битрикс24 спрашивает. Проект для предпринимателей, бизнесменов, управленцев и всех тех, кто мечтает ими стать. Здесь мы встречаемся с реальными людьми. У нас реальные гости, предприниматели. И обсуждаем насущные темы. Тему управления персоналом, продаж, клиентского сервиса. Мы говорим о мотивации, говорим о клиентах. В общем, обо всем том, что так важно и ценно малому, среднему и крупному бизнесу. И сегодня у нас в гостях новый участник проекта, Максим Трофимов. Максим, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Меня зовут Максим Трофимов. Я основатель одноименной студии автоматизации Трофимов. Мы занимаемся консалтингом и внедрением CRM-систем. Наше преимущество – это наша схема работы с клиентом. Наша цель – создать студию автоматизации полного цикла и стать в этой нише номер один. Сегодня я подготовил Михаилу вопросы, которые волнуют меня и мой бизнес. У нас честный разговор. Буду отвечать на те вопросы, в которых разбираюсь. Честно, непредвзято. Поэтому давайте начнем. Какие у вас вопросы? Да, Михаил. Здравствуйте. Еще раз. Первый вопрос мой будет вам. Как вы считаете, как добиться баланса начинающему партнеру в привлечении клиентов и поиске сотрудников? А что такое баланс? В чем баланс? Это о чем? Баланс. Когда, допустим, мы начинаем привлекать новых клиентов, давать рекламу, к нам приходят новые лиды, то есть новые контакты. Соответственно, мы осуществляем сделку, продаем и нужно реализовывать эти проекты. Своих сил не хватает. Мы начинаем искать исполнителей. Соответственно, исполнителей мы находим, но со временем лидов становится мало. И из-за этого происходит постоянно дисбаланс, что нам не хватает либо исполнителей, либо не хватает лидов. То есть, может быть, это придет с ростом каким-то колоссальным, когда там уже будем понимать, на самом деле, что есть ресурсы на новое привлечение новых лидов, мы можем их запускать сразу, да, то есть у нас будет персонал, который этим будет заниматься отдельно. Но пока мы вот как начинающие партнеры, да, то есть мы сначала привлекаем, потом уже понимаем, что их мало, мы начинаем искать новых исполнителей. Я бы две вещи здесь, Максим, прокомментировал. Первое. Когда мне говорят клиенты, что у нас есть заказы, есть покупки, и не хватает ресурсов, я в этот момент всегда искренне радуюсь. Потому что я верю в одну простую вещь, что бизнес – это, прежде всего, продажи. Да, да, да. Это продажи. Нет продаж, нет бизнеса. Поэтому, когда вы научились продавать, но пока не можете обслужить всех этих клиентов, для меня это хорошая новость, потому что, ну, найдете подрядчиков, найдете субподрядчиков, те, кто реализует. И в этой ситуации всегда лучше иметь, ну, некий, знаете, запасной пул подрядчиков, на кого мы всегда можем перекинуть. Если у вас бывает ситуация провала в продажах, вы говорите, количество лидов упало, здесь нужно сделать акцент именно на продажах. То есть здесь нужно выстраивать эффективный отдел продаж и делать так, чтобы у вас этих ям не было, провалов не было. Я даже против сезонных продаж, хотя я понимаю, что во многих бизнесах есть сезонные продажи. Но я за то, мы же знаем, когда наш сезон и не сезон. Вот я знаю, когда у меня там сезон или не сезон. У вас, может быть, я не знаю, в вашем месте есть сезон или месяц. У нас нет, да, не сезона, но есть, да, пару месяцев летних, которые… Какие? Какие месяцы? А, июль-август. 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 Два месяца. У многих в нашей стране эти месяцы проблемные, потому что, ну, во-первых, это постсоветская травма, мы все привыкли летом отдыхать, каникулы, три месяца, люди расслабляются, отпускают и прочие вещи. Теперь я верю в следующее. Чтобы бизнес не страдал, нужно придумывать такие инструменты, чтобы вот в эти месяцы заполнять чем-то и к этому готовиться заранее. То есть, если я понимаю, что у меня уже такой провал был, он может повториться, надо мне подумать, как сделать так, чтобы это не повторилось. То есть, вот две вещи. Пул подрядчиков, которые могут подхватить, и это хорошая новость, когда у нас заказов больше, чем мы можем реализовать, это очень классная новость. А второе, в провальные сезоны думать, чем мы можем это заполнить. То есть, на чем мы еще можем зарабатывать. Да, но пул подрядчиков может быть неэффективный, и из-за этого могут страдать наши клиенты. Пул эффективных подрядчиков. Пул эффективных. Ну, конечно. Ну, такие подрядчики обычно не сидят, не ждут нас. Ну, Максим, Максим, ну подождите, это ваш бизнес, найдите решение. Ну, да, да. То есть, это как в этом мультике, вы и есть за меня будете? Ага. То есть, что мне делать? Вот это. Окей, а как мне это делать? Вот так. А может, вы за меня и сделаете? Понимаете? Да. Либо выстраивать отдел продаж, и параллельно выстраивать свой технический отдел параллельно. Растить продажи и своими силами подхватывать продажи, но при этом иметь пул подрядчиков, которые могут тебя в этом поддержать. То есть, пожалуйста. Ну, да, да, может быть. Это, опять же, от стратегии компании зависит. У вас на ближайший год какая цель? Цель, да, выстроить воронку клиентов, чтобы они, приходя к нам, допустим, на тот же сайт, по ремаркетингу, возвращались снова к нам. То есть, чтобы мы их могли подогреть, да, и вернуть опять к себе и получить, ну, получить сделку, да, с этим клиентом. А какое количество клиентов намерены привлечь, какое количество сделок до конца года? А, клиентов, опять, вот этого я не могу сказать. Вот, 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 смотрите, Максим, то есть, мы с вами партнеры, например, и мы говорим, сели там, Максим, Миш, да, давай поговорим, давай. Давай поставим цель, не знаю, 200 новых клиентов, 200 проектов, давай. А дальше, исходя из этой цели, мы простраиваем отдел продаж, сколько нам нужно людей, какой у нас бюджет на маркетинг и техническую историю. Вот и все. И понятно, что это гипотеза, но, может, 200 не сделаем, а, может, сделаем 250, а, может, сделаем 150. Ну, цель 200, и мы к ней идем, и мы понимаем, сколько нам нужно подрядчиков-сторонних, сколько своих, какой отдел продаж. Да, на этот объем, да. Все, на этот объем. Да, спасибо. Второй вопрос задам. Как вы считаете, когда много стоит целей, с чего начать и как выбрать перспективную, с которой начнем? А приведите пример, о каких целях идет речь? Это цели личные, профессиональные, мы про что? То есть, у нас только технический отдел будет состоять из двух подотделов. Плюс нужно построить, соответственно, как мы с вами уже сказали, да, отдел продаж. То есть, это еще одна цель, сделать его эффективным, ну, и добиться постоянного потока клиентов. Как выбрать перспективную задачу, которую вот сейчас нужно реализовывать, да, а которую, допустим, затем выбрать другую задачу, да, которая там второстепенно. А уже после той задачи, которую мы делаем. Все, понял. Здесь нужно просто понять причинно-следственные связи. Какая цель, из какой вытекает. Что без чего мы не можем сделать. Ну, например, у меня цель обучить команду продавцов. Здорово. А еще цель нанять команду продавцов. Какую цель первую реализовываем, задачу? Нанять, конечно. Ну, нанять, да. Нет смысла готовить программу обучения или искать стороннего тренера, или самому там обучать их, если у меня их еще нет. В чем идея? Идея в том, что я беру цель. Вот проект. Через год у меня будет вот это. А дальше я от обратно начинаю простраивать логическую цепочку. Вот это вытекает из этого, вот это вот из этого, вот это вот из этого. Во-первых, между собой есть связи, которые закреплены. И как только у меня сдвигается одна цель, задача, например, я срок где-то провалил. Или подрядчики мои, или сотрудники. Да, и вылезает диаграмма. То есть я смотрю диаграмму Ганта, и я понимаю, что я в иллюзиях живу. Я к этому сроку не прийду, иначе мне нужно ускоряться. Поэтому это управление проектами. То есть мы берем конечную цель. Вы сейчас это сделали, в принципе. Ну да, да. Проговорили задачи. Дальше мы между собой их связываем. Прицепляем ответственных людей, бюджеты и понятия. Ну тогда давайте хорошо. Поговорим тогда о целях профессионально, которые я сказал, и лично. Допустим, это отдых, семья и так далее. Класс, да. То есть как здесь к этому прийти, когда ты полностью в... К этому-то к чему? К чему прийти? К балансу. Да нет никакого баланса, Максим. Проблема людей, что они придумали, что есть какой-то баланс. И они этот баланс все время ищут. Это как люди, которые ищут смысл жизни. Люди, которые ищут свою миссию, свое призвание. Еще есть люди, которые ищут свою вторую половинку. Фаина Раневская говорила, половинка есть у яблока и у таблетки. Поэтому нет никакого баланса. Если я провожу много времени на работе, давайте признаем, значит мне важно проводить время на работе. Да. Если я не... У вас семья, дети? Семья, дети. Сколько детей? Трое. Трое? А кто? Мальчики, девочки? Девочки, два мальчика. Класс. А у меня три девочки. Вот. Да. Число дело. Да, три. Классно. Просто надо признать, Максим, что если я не уделяю время детям, значит мне дети не важны. Да. Звучит как-то. Звучит правдиво. Но многие люди не уделяют время детям, но очень по этому поводу переживают. Для того, чтобы не чувствовать себя плохими. Потому что если я детям время не уделяю и не парюсь, то я типа сволочь. А вот если я детям время не уделяю и переживаю, думаю о балансе, то я хороший человек. Но это же вранье. Ну да. Ну дети-то от этого, они не чувствуют внимания. При этом я могу сказать следующее, что женщинам достаточно 20 минут в день мужского внимания, чтобы они чувствовали себя ок. Каждый день 20 минут. Без телефона, без социальных сетей, без Битрикс24 и прочих гаджетов. 20 минут в день. Ребенку достаточно 15 минут в день, чтобы он чувствовал, что у него есть мама, папа. Вот просто убрать все. Поэтому тут нет смысла искать какой-то баланс. Если я за день ни разу не позвонил жене, ну давайте признаем, значит мне было наплевать на этот звонок, мне важнее было что-то другое. И нет смысла от этого испытывать чувство вины. Потому что чувство вины не создаст отношения между мной и женой. Чувство вины приведет меня к язве желудка, не дай бог. К дергающему глазу, инфаркту, инсульту. Вот к чему приводит чувство вины. Вот это приоритет. Знаете, есть люди, которые кушают и им стыдно. Встречали таких? Да. Курят и им стыдно, пьют и им стыдно. Ну ребят, ну а зачем в эту игру играть? Ну ты выбрал кушать, но ты получай от этого удовольствие. Ну если ты куришь, ну выбери, значит я выбрал курить. Ну кури. Будут ли последствия? Будут. Ну ты уж получи тогда удовольствие, уж кури так, чтобы все обзавидовались. Вот я вот так мыслю. Как вам такая идея? Ну да, надо попробовать. Надо попробовать. При этом, если вам реально важно общение с детьми, вы будете с ними общаться. Если вам это реально важно. А если не важно, вы будете не общаться и просто переживать. Ну окей, переживайте. Ну смысл. Дети, кстати, от этого не выигрывают. У нас страна, вообще, вот я много летаю, мы все в потенциале англоговорящие, богатые, стройные и много времени проводим с семьей. Но только все это в потенциале. Это мы хотим. Да. Но желание, это же что? Это просто мысль обладания кем-либо или чем-либо. Я хочу мотоцикл. Восемь лет. Но мотоцикла у меня нет. Все. У нас есть какое-то индивидуальное решение для каждого. А есть, как на рынке сейчас, много пакетов. Битрикс изначально предлагал эти какие-то пакеты внедрения. То есть там, по факту, нет индивидуального какого-то решения. То есть там какой-то стандартный набор каких-то настроек, функционала Битрикса. То есть он абсолютно всем, до всех одинаков. И вот вопрос, в чем заключается. Есть вот эти пакеты, есть индивидуальные решения, есть какие-то позадачные решения. Стоит ли предлагать весь ассортимент клиенту для выбора? Или все-таки стоит остановиться на чем-то одном? Понял. Две вещи скажу. Первое. Сперва стоит понять боль клиента. Прежде чем достать все предложения, которые имеются в арсенале, понять боль клиента. То есть я, когда веду переговоры, я вообще мало разговариваю. Я больше спрашиваю и слушаю. Вот вы как давно бизнесом занимаетесь? Сколько уже? Полтора года. Полтора года. А компании сколько лет? Полтора года. А, полтора года. То есть это первый проект. Да. А где учились, на кого учились? Педагог, проф. обучение. Класс. То есть у вас педагогическое образование. А почему педагог и пошел в IT-сферу, в Bittrex. Честно, даже этот контент сейчас описывал на сайте, как бренд истории в своем. Еще во времена, то есть я еще учился до этого в техникуме. То есть ушел в 9 классов, закончил 9 классов, ушел в техникум. И было большое желание пойти именно в информатику. То есть на какой-то факультет информатики. Ну вот так получилось, что родители, можно сказать, все реально строительные. Нет, это были строительные специалисты. Я уже пошел, да, в институт. Но она тоже интересная такая, не совсем, я бы не сказал, как критическая. Ну там, в общем, что преддается. То есть собрамат, детали машин и так далее. То есть машиностроение, да, в специализации сама. И из-за того, что вообще изначально у меня было IT-интересно для меня, то есть я пошел туда. Максим, я вас чуть-чуть перебью. Что сейчас произошло? Я перехватил инициативу и стал задавать вам вопросы. Да. И тот, кто задает вопросы, тот управляет переговорами. Если бы здесь не было камер и этих замечательных людей, мы бы здесь могли сидеть час, два, три, и вы бы про себя все рассказали. Потому что человек часами готов говорить про одного человека. Знаете про кого? Про себя, да. Про себя. В чем проблема многих продавцов? Вы приходите на переговоры и начинаете говорить про себя. И в какой-то момент вашему клиенту уже скучно, потому что он уже устал слушать, какие вы молодцы, какие вы классные, какие вы крутые. Что делает профессиональный продавец? Он приходит и спрашивает. И слушает. Продавец это большие уши. Он кивает, он слушает, он задает уточняющие вопросы. И после того, как ему картина ясна, он достает то предложение, которое, с его точки зрения, идеально подойдет данному клиенту. Понимаете? Поэтому можно иметь в пакете, в линейке продуктов много разных вариантов, но не надо их доставать, пока я не понял, что нужно. Да, люди часами говорят про себя, часами. Перед тем, как сделать предложение, снимите потребность. И чем больше вы задали вопросов, люди боятся спрашивать, хотя клиенты готовы рассказывать. Это первое. А второе, нужно понимать, что среди типов клиентов есть клиенты, которых я называю индивидуальные. Что бы вы ему и не предложили, ему нужно то же самое, но с перламутровыми пуговицами. Он просто так заточен. Его внутренний разговор, я не такой, как все. Самая страшная фраза для такого клиента звучит так. Вы знаете, у нас все клиенты довольны. Вот до вас никто не жаловался. Вот все покупают вот эту комплектацию, она самая лучшая. Он не все, он один такой. И надо понимать, что среди ваших клиентов такие люди есть. И если я понимаю, что вот он, этот индивидуальный. Я сам иду навстречу и говорю. Вы знаете, Максим, у нас есть пакетные предложения, но я понимаю, что это вообще не ваш случай. Вам нужно что-то особенное и что-то индивидуальное, правильно? Да. Он говорит, Михаил, да. А как вы поняли? Я говорю, ну вы знаете, умный человек умного человека всегда поймет. Ну то есть вот две вещи. Первое, больше вопросов. А второе, знать, что есть индивидуальные. Потому что у меня есть клиенты, у меня есть готовые программы. И есть возможность под каждого клиента заточить продукт. И я негодально кофейный отгущий, я спрашиваю у клиента. Иногда клиент говорит, Миш, скинь готовую программу. Я скидываю. Я говорю, что-то нужно добавить лучше. Он говорит, ты знаешь, идеально. Вот прямо все как про нас. Все окей, значит клиент все устраивает. Я даже не достаю другие варианты. А кто-то говорит, Михаил, вы знаете, у нас особенная особенность и специфичная специфичность. Я понимаю, о, есть, хорошо, признаки индивидуального клиента. И я всегда говорю, мы под вас доработаем программу, а лучше сделаем вообще персональную. Он говорит, вот, мне надо персональную, чтобы не... Ну окей, все, я делаю. Да, такой вариант есть. Последний вопрос. На основании предыдущих, да. Есть же цель и задача организовать технический отдел. Михаил, скажите, где найти технического директора и как ему делегировать эти права, чтобы он действительно делал это все эффективно? Ну, это достаточно абстрактный вопрос, потому что, ну, где найти технического директора? Где у нас в стране берут людей? На рынке труда. Когда мне говорят, что, Михаил, где найти людей, мне всегда хочется достать визитку, сказать, вот, позвоните, скажите от меня. Это тайное место нормальных людей. То есть на рынке одни уроды, а вот все нормальные здесь. Ну, где? Ну, где все берут? То есть есть рынок труда. Он один, он общий, он открыт. И здесь всегда есть несколько инструментов. Ну, например, можно самому заняться поиском. Один инструмент. Можно иметь в команде HR, который будет заниматься подбором, поиском персонала, адаптацией, обучением и все эти вещи. Можно это все отдать на аутсорсинг. Сейчас куча классных ребят, наши клиенты, друзья, партнеры, кто подбирают специалистов любого уровня. У меня есть клиенты, которые подбирают топ-менеджеров минус первого уровня руководителей, технических директоров. Вы встречаетесь, обсуждаете задачу, рисуете портрет, кто вам нужен, а дальше они вам подбирают, причем с гарантией, с обменом, с возвратом. Ну, все как в любом бизнесе. Сказок не бывает, скажем. Ну, конечно, Максим, чудес не бывает. Это правда. Когда у меня есть пару приятелей, они занимаются одним и тем же бизнесом, ну, ниши одни и те же. И у одного идеальные сотрудники, а у другого, ну, не пойми что. И мы пару раз там кофе пили, и я у первого спрашиваю, я говорю, а где ты людей берешь? Он тоже всегда улыбается и говорит, Миша, ну, перестань, ну, ты-то же понимаешь, что где и все. Ну, на рынке, работаю с вузами, кого-то покупаю в других командах, кого-то просто там вот нахожу там по объявлениям. Ну, то есть, куча-куча вариантов есть. А у второго все время проблемы с людьми, и он все время говорит, некого брать. Город один, ниша одна, они все учились в одном УВУЗе, мы все вместе в одном УВУЗе учились. Но у одного все ок с людьми, у другого не ок. Ну, это же вопрос просто... Работать надо работать. Конечно, работы. Теперь по поводу делегирования. Это тоже настолько индивидуальная тема. Здесь просто нужно понять, в чем вы являетесь специалистом, а в чем не являетесь. И все, в чем вы не являетесь, это лучше передавать партнерам, коллегам, сотрудникам. Я всегда за такой подход. Потому что, например, у меня есть клиенты, я смотрю, я говорю, ты понимаешь, что твои сотрудники круче тебя? Он говорит, ну да, мне такие нужны. А зачем мне люди глупее меня? А некоторые набирают людей послабше себя, чтобы легче было ими управлять и типа контролировать. Ну да, да, это, наверное, еще 90-е, пережитки 90-е. Ну, их кругом полно, да. 90-е закончились, сегодня, слава богу, 2020-е, но многие до сих пор в этой реальности и живут. Это не вопрос 90-х, это вопрос вот головы. Поэтому вам нужно самому определиться, что вы хотите передать этому техническому директору. Проговорить с ним это, прописать, договориться, создать отношения. И побежали. Я вообще, когда был молодым управленцем, у меня был прекрасный наставник, прекрасный руководитель, который мне однажды сказал такую фразу. Он говорит, Миш, ты понимаешь, что твоя проблема в том, что ты работаешь за всех. Ты эксперт, самый умный в комнате. А мне же это льстило. То есть я, типа, самый умный, они без меня никуда. Вечно занят. Ну да, да, вечно занят. Та же самая история. А он мне сказал такую фразу, он говорит, понимаешь, Миш, хороший руководитель – это самый главный бездельник в компании. Твоя задача – научиться так управлять людьми, чтобы все работало как часы, чтобы результат был, деньги были, клиенты были, и все это за тебя делали другие люди. И у меня просто был инсайд, когда мой руководитель мне говорит, научись работать так, чтобы ты меньше работал. Все, зеленый свет. Я реально стал изучать психологию, управление. Я понял, что я просто не умею это делать. Мне страшно, мне страшно делегировать, мне страшно доверить, мне страшно перепоручить. Потому что самому же проще. Я же знаю, что я-то это сделаю. Поэтому многие, кстати, могут не согласиться с моей точкой зрения. Я знаю, что будут комментарии, потому что, когда я говорю про делегирование и подобные вещи, многие пишут злобные комментарии. Но, коллеги, вы сами выбираете, по какому пути вам идти. Вот я выбираю такой путь. Я считаю, я готов платить человеку деньги, если он выстроит все так, что все будет работать, я как собственник буду доволен, а он будет отдыхать. Класс, он это сделал, молодец, и я ему за это готов платить. Мне не надо, чтобы мой руководитель умирал на работе. При этом никто не зарабатывал еще и денег. Ну, кому это надо? То есть я против упахивания, я за эффективность. Вот, наверное, так. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, раз вопросов уже нет, друзья, вот и подошла к концу еще одна серия нашего проекта «Битрикс24 спрашивает». У меня был очень интересный собеседник, прекрасный гость, Максим. Мы поговорили на темы IT, мы поговорили на темы бизнеса, на темы мотивации, мы поговорили на темы продаж, на темы выбора и даже немножко поговорили про детей, про семью и про наши приоритеты. Ну что, друзья, увидимся в следующий вторник. Спасибо, что вы нас смотрите, огромное спасибо нашему гостю. Максим, спасибо вам и удачного бизнеса. Хорошего вам технического директора найти и договориться, это самое главное, договориться. Ну что, вы герои, вы герои, потому что вы создаете бизнес, управляете людьми и что-то делаете в этом мире. Потому что потреблять легко, а что-то создавать может не каждый. Увидимся в следующий вторник, берегите себя и своих близких. Пока. Ну вот и подошел к концу наш разговор с Михаилом. Я хочу сказать ему огромное спасибо. Он на самом деле открыл мне глаза на то, что действительно нет каких-то волшебных пилюль для нашего бизнеса, так как и для любого бизнеса. Я на самом деле получил много инсайтов из этого разговора, зарядился на целый год и теперь приступлю к работе еще больше, еще интенсивнее. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok